МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. С 28 июля по 1 августа в Дивееве пройдут торжества, посвященные Дню памяти обретения святых мощей преподобного Серафима Саровского. Выставка авторских работ семьи Ведяковых. Радость творчества открылась в Музее народной игрушки. В рамках выставочного проекта «Все начинается в семье». Стань лучшей версией себя. Каждый будний день на площадке Носилкина 20 проходит проект «Прокачка». Далее расскажем обо всем подробно. На очередном совместном заседании думских комитетов депутаты рассмотрели вопросы приватизации муниципального имущества. Подробности далее. МУП «Центр ЖКХ» планируется преобразовать в акционерное общество. Условия приватизации составили с учетом финансовых показателей предприятия по результатам работы за 9 месяцев прошлого года. Приватизацией подлежат всего 63 объекта предприятия – здания, помещения и сооружения. В основном это имущества, которые используются в деятельности Центра ЖКХ. По максимуму изъяли имущество, которое сегодня приносит улыбки предприятия. Мы взяли на улице Ренады, где коэффициенты 0,01, где безвозмездное пользование. Все остальное представляемо за собой. Балансовая стоимость активов составляет более 13 миллионов. Эта сумма будет уставным фондом акционерного общества. Как отмечает директор организации Николай Шестопалов, деятельность Центра ЖКХ после реорганизации останется той же самой. И подход к оказанию услуг не поменяется. В управлении также останутся и неликвидные дома. Акционерное общество, которое будет сформировано, акционером будет администрация. Ответственность за обслуживание и содержание жилых домов, даже тех категорий, о которых вы говорите, так или иначе несет администрация. И здесь ничего не поменяется в этом отношении ни в политике, ни в подходах к решению данного вопроса. Все эти действия, которые предпринимаются, включая тариф и реорганизация предприятия, они в первую очередь направлены на то, чтобы сохранить данный инструмент, его модернизировать и, соответственно, чтобы в дальнейшем выполнял те функции, которые сейчас выполняют. В состав совета директоров войдут заместители главы администрации и представителей Городской думы – всего семь человек. Преобразование МУП «Центр ЖКХ» в акционерное общество планируется завершить к концу года. Этот вопрос решили вынести на обсуждение на заседании Городской думы. На заседании комитета депутаты также обсудили проект решения о приватизации «Горавтотранса» и преобразовании его в общество с ограниченной ответственностью. Уставный фонд предприятия – более 30 миллионов. Виды деятельности после реорганизации остаются теми же самыми. В ООО также предусмотрен совет директоров. На заседании предложили в ближайшее время заслушать отчет о текущем состоянии дел Горавтотранса. Вопрос с приватизацией предприятия вынесли на заседание думы. С 28 июля по 1 августа в Дивееве пройдут торжества, посвященные Дню памяти обретения святых мощей и прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского. В рамках торжеств также состоится четвертый межрегиональный молодежный форум «Радость моя». Регистрация волонтеров для участия в форуме и торжествах уже открыта. Самореализация и творчество, нравственность и добровольчество, и, конечно, патриотизм – все эти темы будут обсуждаться на четвертом международном молодежном форуме «Радость моя». Традиция молодежных волонтерских форумов на Дивеевской земле продолжается. Тематика этого года – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира. Форум состоится в рамках Дивеевских торжеств. С 28 июля по 1 августа 2024 года в селе Дивеево Нижегородской области состоится волонтерское служение на Дивеевских торжествах, посвященных Дню памяти, обретении святых мощей и прославлении в лике святого преподобного Серафима Саровского. Праздничные мероприятия пройдут в Свято-Троицком Серафима Дивеевском монастыре. Торжества по традиции возглавит Святейший Патриарх Московский Уже сейчас открыта регистрация волонтеров для участия в Дивеевских торжествах и молодежном волонтерском служении. Мы приглашаем для регистрации молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет. Волонтеры будут помогать людям и монастырю, участвовать во встрече Патриарха и почетных гостей. Они также будут дежурить на пропускных рамках и у камер хранения, оказывать помощь в раздаче хлеба, держать зонты во время дождя и помогать во время богослужения в причастии. Мы очень надеемся, что наши горожане откликнутся на наш призыв, и нас уже не будет 5-7 человек, а будет 20-30 человек из города Сарова, потому что мы находимся рядом, и это уникальная возможность послушать грамотных спикеров, узнать что-то новое для себя. Форум будет состоять из дискуссионных площадок, образовательных занятий, круглых столов, тренингов, а также культурно-массовых мероприятий и программ. Волонтеры будут размещены в оборудованных палатках с двухъярусными кроватями и трехразовым питанием. По окончании торжеств волонтеры получат грамоты и памятные подарки. Вы можете найти всю дополнительную информацию в группе ВКонтакте «Православная молодежь» города Сарова. Мы переходим на эту группу и затем переходим по гугл-форме и уже регистрируемся. Там все понятно, уже будет доступно для горожан. Также вы можете узнать дополнительную информацию по телефону 8-953-029-2669. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Роспотребнадзор запустил всероссийскую тематическую горячую линию, посвященную вопросам защиты прав потребителей при оказании платных образовательных услуг. До 19 июля можно бесплатно проконсультироваться о том, какие документы и реквизиты стоит запросить у образовательного учреждения, какую компенсацию можно получить, если обучение было некачественным, какие существуют меры защиты прав потребителей образовательных услуг. Телефоны региональных горячих линий и режим их работы есть на сайтах управления Роспотребнадзора. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Купаться в Сарове нельзя. Свежие данные о результатах анализов воды в городских водоемах и родниках сообщило Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России. Не соответствует нормам по микробиологическим показателям вода в Первом Филипповском озере, прудах Буровом, Балыковском и на протяжке. Эпидемиологи напоминают, что официальное место купания в Сарове в этом году только одно – протяжка. Но из-за плохих анализов купаться и здесь сейчас запрещено. Снимут запрет после получения удовлетворительных результатов проб. Пробы из источников «Серебряные ключи» и «Святого Владимира» также не соответствуют гигиеническим нормативам. Пить эту воду можно только после кипячения. Вода в родниках в поселке Хитрым соответствует гигиеническим нормативам. 400 баллов на ЕГЭ в стороне получил только один выпускник. Такие данные привел Рособранадзор. Из 700 тысяч школьников, сдавших в этом году ЕГЭ в основной период, только один сдал экзамены по четырем предметам на максимальное число баллов. Им стало ученицы московской школы. 300-бальный результат получили 42 человека, в том числе выпускницы лицея номер 15 Татьяна Волосова. 648 выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов. Выставка авторских работ семьи Ведяковых «Радость творчества» открылась в Музее народной игрушки. В рамках выставочного проекта «Все начинается в семье». Для Ведяковых творчество – семейная традиция и часть их жизни. О выставке расскажем в следующем репортаже. Первую ложку Юрий Петрович Ведяков вырезал, когда родилась первая дочка. Она так и называется – первая ложка для Аленки. Юрий Петрович создает работы из дерева, плетет корзины, режет ложки. Такое увлечение передалось мужчине от его отца и деда. Отец и дед Юрий Петрович, то есть папа, глава семейства, были бондари, плели корзины, резали ложки. Люди тоже были очень творческие, но на тот момент это была необходимость. Сейчас у Юрия Петровича резьба по дереву, изготовление ложек, плетение корзин – это уже хобби. Это то, что, можно сказать, такая отдушина после работы. В музее народной игрушки продолжается выставочный проект «Все начинается в семье». Творческие семьи представляют свои работы, рассказывают о своих увлечениях. Третья история проекта посвящена творчеству семьи Ведяковых. Мама Наталья Анатольевна работает в детском саду. Отец Юрий Петрович – вовнеев. Младшая дочка еще учится в школе, а старшая уже работает. Но всех членов семьи объединяет любовь к рукоделию – творческому труду. Мама Наталья работает в детском саду и занимается вышивкой, рисованием, росписью по дереву. Ее мама, то есть бабушка семейства, также прекрасная вышивальщица, вяжет крючком, кружево, подзоры, салфетки. То есть все передается по наследству. Две сестры хорошо рисуют, занимаются декоративно-прикладным творчеством, как и мама. На небольшой экспозиции семьи Ведяковых представлены работы разных лет. И вышивка, и алмазная мозаика, и плетеные корзины, и игрушки. Стать участником проекта «Все начинается в семье» могут все желающие. Если есть желание показать свое семейное творчество в нашем музее, поучаствовать в проекте, милости просим. Мы всегда рады сотрудничеству. И поскольку все-таки интерес к этому проекту достаточно большой в городе, это вот у нас уже третья история, и еще две планируются, я думаю, что мы этот проект можем продолжить и на следующий год. То есть не ограничиться только годом семьи. В конце года в музее всех участников выставочного проекта торжественно наградят на праздники. Выставка авторских работ семьи Ведяковых «Радость творчества» продлится до конца сентября. Без возрастных ограничений. Каждый будний день на площадке «Носилки на 20» проходит проект «Прокачка». Он включает пять направлений. Спорт, арт-творчество, грамотность, экологично и патриот. Инструкторы проводят для юных саровчан спортивные игры и полусупрепятствий, флэш-мобы, молодежные акции, челленджи, творческие конкурсы. Также на площадке формируются творческие группы и команды, в которых участники приобретают навык командной совместной работы. На прокачку отправилась и наша съемочная группа. Дворовая практика – совместный проект Центра внешкольной работы и волонтерского объединения «Акбар». Он направлен на создание свободной среды для общения и интересного времяпрепровождения. Одна из точек реализации проекта – детская площадка на улице Силкино. В рамках дворовой практики там прошло мероприятие ЭКГТО. Комплекс очень большой, точек будет несколько, каждая точка тематическая. И на точке работают наши ребята, которые студенты и аниматоры, как раз участники проекта «Дворовая практика». Программа ЭКГТО была посвящена основным правилам заботы об окружающей среде. Волонтеры и сотрудники Центра внешкольной работы рассказали юным участникам об экологичном транспорте, животных из красной книги и рациональном потреблении. ЭКГТО посвящено экологии, где дети будут узнавать, как беречь природу, землю. Один из этапов – это будет эко-маркет. Дальше у нас будет один из точек – это эко-транспорт. Одна из станций будет направлена именно к Красной книге России. Проект «Дворовая практика» решает образовательные и воспитательные задачи. Он реализуется на нескольких площадках города в разных форматах и темах. На площадке «Молодежка» проект «Лето в кедах». Это больше спортивный проект. На площадке по улице Павлика Морозова реализуется проект «Добро не уходит на каникулы». Это проект «Волонтерский». Площадка «Силкино» – это универсальная площадка. Здесь проект «Прокачка». В нем несколько проектных линий. И площадка по улице Московская – проект «Путешествие и игра». Это национальные игры, игры народов России. Мероприятия «Дворовой практики» дают молодежи возможность проводить активный досуг. Подвижные игры и соревнования на свежем воздухе особенно актуальны в летнее время. И одновременно с физическим развитием инициативы Центра внешкольной работы и волонтерского объединения позволяют узнавать новую полезную и интересную информацию. Мед свежего урожая из пасеки пчеловодов Михайловых вновь можно приобрести в Сарове, в торговом центре «Галактика». Темный гречичный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий, липовый или кремовый, дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На ярмарке меда с пасеки пчеловодов Михайловых представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Доник 300-500. Это растение медоноса. Если взять этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют. То вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя. И попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры и северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Не пропустите! Ярмарка меда с пасеки пчеловодов Михайловых. Работает в торговом центре «Галактика» 13 и 14 июля с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших новостей! Субтитры подогнал «Симон»!